Добрый день, Сергей Анатольевич Бенали. Добрый день, Сергей Анатольевич Нечай. Сегодня у нас в серии передач, о чем говорят Бенали, очень хороший вопрос. За нашей спиной висит флаг СССР, и многие наши зрители спрашивают меня, Вы что, хотите вернуть Советский Союз? Он же распался. Есть несколько выражений интересных, но об этом лучше Вы расскажете, Сергей Анатольевич. С чего начнем? С Вас начнем. Как Вы считаете? У меня есть свое четкое мнение, свое четкое понимание. Поэтому я тут однозначно скажу, что во-первых, я не скрывал никогда и не скрываю, что я советский, русский. Я вырос в СССР, я этим горжусь. Вот, мне тоже задают эти вопросы, ну типа, ты что, больной? Ну реально так. Советский Союз распался, ты хочешь восстановить Советский Союз. Мы там ели рыбу, ну не рыбу, это как его, капусту морскую, больше ничего не было. Но, когда мне задают такие вопросы, честно говоря, мне за этих людей как-то неловко становится. Я хочу процитировать Владимира Владимировича Путина, да? Я не помню, на какой-то встрече, да? Ну да, перед выступлением перед журналистами. Нет, не с журналистами. Я помню, что там хирург первое побежал, там, по это, 14-й год, по-моему, когда у нас, да. И он задал вопрос по Советскому Союзу, где Владимир Владимирович сказал, что те люди, которые не сожалеют о распаде Советского Союза, у них нет сердца. Те, кто хотят восстановить его в прежнем варианте, у них нет разума, да. Поэтому я тоже говорю, ребята, Советский Союз, это то, чем мы можем сегодня гордиться. Я имею право так говорить, это мое личное мнение, еще раз подчеркиваю, потому что я, не выезжая из Севастополя за свои 60 лет, неплохо ко мне чуть-чуть осталось, живу в третьем государстве. Я имею право сравнивать. Вот. Я воспитан в том периоде, именно в Советском Союзе, я воспитан в Советской школе, я воспитан улицей, общественностью, ветеранами, тем, что и армией. Носитель той идеологии. Да, да, да. Поэтому мне не стыдно, я горжусь, я скрывать не собираюсь. И тут флаг висит, это мое личное дело. Хочет, висит, хочет, не висит. С одной стороны, хочу я носить значок СССР, не хочу значок, это же не запрещено, вот он перед нами Знамя Победы, да. Как я могу игнорировать это Знамя Победы, которое победило фашизм, да, о котором сегодня не хотят говорить ни в Соединенных Штатах, ни в Европе. Они его не видят. Не видят, но мы им напомним. Да, да, да. Дальше, относительно Советского Союза, мы его с вами повесили целенаправленно, Павел Евгеньевич, это связано со спецоперацией, которая сегодня происходит в Украине, да. И мы этим флагом показываем то, что многонациональный народ России, многонациональный народ Украины и весь многонациональный народ Советского Союза, хотя говорят постсоветский, но я не хочу говорить постсоветского Союза, мы все один-единный народ, который победил фашизм, именно сплотившись. Мы, это тот народ, который после войны, за первую пятилетку, которая была 4 года, были восстановлены, я не помню, 3 тысячи 700, по-моему, заводов и фабрик, 2,5 тысячи заводов и фабрик было построено новое. ВВП у нас сколько там было, по-моему, 16,5 процентов, да, если не будет, я уже не помню эти нюансы. У нас здравоохранение, карточки отменили, здравоохранение появилось бесплатное, да. И животное снижение цен 1 апреля. Но самое главное, что у нас с вами была духовность, да, у нас был дух, стержень, у нас было сострадание, понимание, как бы мы там с кем-то ни ругались или еще что-то в этом плане. Мы были единым целым органом. Да, были недостатки, мы их говорить не будем, но самое главное, вот я хочу сказать, я начал, что у нас была советская система образования, самая лучшая. Самая лучшая в мире. Да, и самая лучшая система здравоохранения. Если бы вот эта вот пятая колонна, как и при Сталине, ему тяжело было, да, бороться с ним. И сегодня тоже она присутствует, как бы с вами мы это не скрывали, не хотели говорить слуха, но она действительно есть, она очень пагубно влияет на развитие нашего государства. Поэтому этот флаг, как бы для меня, я так думаю, что для большинства наших зрителей, он дает, ну, во всяком случае, я надеюсь, он должен дать толчок на развитие вперед. И развитие этого производства, промышленности, социального уровня жизни, экономического развития. Нам же нужна парновая экономика, да? Ну, конечно, крайне необходима сегодня. Попытался сказать коротко, и самое главное я хочу сказать, то, что за нашей спиной с вами флаг СССР, это не говорит об экстремизме, или не говорит о том, что мы государство государственное, да, как любят там умники некоторые, особенно представители пятой колонны, да? Ну да. То есть, надо все понимать так, как надо понимать, а не так, как хочет другая сторона. Преподнести, так как это. Да, преподнести. Вот мы, опять же, слышали же, да, о том, что говорил Владимир Владимирович Путин на, это, когда, 17-го, по-моему, да, или когда? На стадионе, когда он выступал. А, это, сейчас скажу. И когда он на пятой колонне говорил, да? То есть, умный, его правильно понял. То есть, те люди, которые реально понимают, что происходит, правильно его поняли. А вот пятая колонна, не по-своему, не понимают по-своему, у них, мне кажется, начинается агония, и они сейчас начинают еще хуже ситуацию. Поэтому я бы предложил пятой колонне еще раз посмотреть на флаг, знамя Победы, которое, ну, тут герба, конечно, не было, но над Рестагом был поднят флаг Советского Союза. Народа-Освободители. Народа-Освободители, непосредственного народа, Советской Армии, и Европа, и Запад вообще должны, я даже не стесняюсь этого слова, молиться на наш народ, на наш многонациональный народ, весь народ Советского Союза. Это, если мне не изменяет память, у нас Сергей Анатольевич лучше знает, сколько у нас представителей народностей было в Советском Союзе? Где-то 200, да? 200 с лишним. 200 с лишним, да? Когда были эти репрессии, голодомору страны. И выдумывают, чушь несут в Советском Союзе. Да, да, да. Поэтому вот как бы вот... Вот так, да. Срежет ваше слово. Что вы скажете? Про флаг, про Советский Союз. Это моя сторона. Одна государства. Конечно, я Россию от Советского Союза не отделяю. Россия является как бы правоприемником Советского Союза. Меня коробит, конечно, когда говорят о Советском Союзе, начинают сочинять басни и говорить о том, что там все было плохо. Конечно, там были недостатки, как в любом строе. Но однозначно это было лучше, чем пресловутая американская демократия, которая представляет интересы только олигархического класса. Но если подумать о всем народе, по-моему, тут даже рядом ничего не стоит. Правильно? Ну, зачем мы докатились? Что сейчас нам уже и образование не нужно, и медицина. То есть люди не нужны. А что это из Советского Союза нужно взять этот опыт? Мы-то все из Советского Союза. А что здесь плохого? Это хорошо, когда думаешь о стране. Сейчас мы столкнулись с чем? Запад нам санкции вводит, а у нас то не делалось, то не делалось. В Советском Союзе все делалось. Отступим от того, что это было лучшее в мире, не лучшее. Половина была лучшее в мире. И наши технологии. Технологии наши использованы везде. Используют по всему миру. Все, что нельзя взять, это в том числе и наши технологии. Другое дело, что у нас никогда не гнались за всякими авторскими правами и так далее. У нас активно воровали это хозяйство. Было, все это было. Ничего страшного, если это на благо человека, почему нет? А сейчас у нас идет такая тенденция, что нужно ахаять, что там все было плохо. И самое противное, что они настраивают на это целое поколение. Вы посмотрите, как в Украине они какой ненавистью относятся к русским. За что? У нас одна общая история, одни и те же люди. И почему такое отношение, что там москали, там кацапы, там что только не собирают. А в истории масса вот этих вот примеров, которые можно сказать, что мы там рука об руку делали такие вещи, которым нам завидовал весь мир. Если взять это и начать становление Советского Союза вообще в разрушенной стране полностью, ее вот этот западный блок разрушал со страшной силой во время гражданской. И как мы поднялись и стали великой страной. В Советском Союзе очень много чем можно гордиться. А сколько людей, целая плеяда великих людей в разных областях. И ученые, и артисты. И писатели, и поэты. Чего только не было. Какие люди были великие. Сейчас все начинают. Вот коммунисты. Да, были коммунисты очень хорошие, которые там поискать надо. Они совершали такие вещи, которые ни один демократ сделать в принципе не сможет. То есть нереальные вещи совершали. Но это же не значит, что они сейчас такие же, как сейчас большинство коммунистов. Правильно? Поэтому здесь говорить о том, что там Советский Союз это какое-то там сепаратистское движение или еще что-то такое. Но это глупость. Это наша память, это наша история. И наше стремление, чтобы все лучшее, что было в Советском Союзе, нужно перенести в наш мир. Чтобы наша страна развивалась. Чтобы наши люди жили достойно. Чтобы наши дети были счастливы. И чтобы ни один человек в нашей стране не думал бы о том, как ему в этой жизни существовать, выживать. Что делать для того, чтобы просто нормально жить. В Советском Союзе таких проблем не было. Да, не было супер богатых людей. Я не против богатых людей ради Бога. Если у тебя ума лопата, вопросов нет. Но если ты вор, извини, ты должен сидеть в тюрьме. Поэтому вот эти принципы из Советского Союза, их старательно вычеркивают из нашей жизни, из нашего сознания и особенно из сознания нашей молодежи. А это очень печально. Наша молодежь должна знать и гордиться своим прошлым. И должна стремиться улучшать нашу жизнь. А не бороться с призраками и с теми, я считаю, глупыми мнениями Запада, которые начинают, восхваляя себя, принижать нас. Если разложить все по полочкам, они будут очень бледно выглядеть. Причем практически все. Спасибо большое, Джей Апологенович. Что-то я хотел бы добавить. Добавляйте. Быстренько. Вы понимаете, до чего доходит мразь некоторая. Но вот смотрите, это я сейчас положительную сторону хочу сказать. Мы с вами советские. Наши дети родились тоже в Советском Союзе, 80-е, 90-е годы. Они тоже советские. Что ж они теперь экстремисты? А наши внуки родились у наших же детей, которые те же советские. Мы своим детям вкладывали менталитет советский. Конечно. А вот еще хотел добавить, Сергей Анатольевич сказал, что если мы сейчас разложим по полочкам, кто есть кто. Давайте мы вернемся к Великой Отечественной войне. Кто против Советского Союза только не воевал? Все воевали. Все. Чехосмоландия была, французы были, Аголандия тоже нам давали, Румына, вся Европа воевала. Сербы не воевали. Сербы и греки. Греки тоже не воевали. Сербы и греки против Советского Союза они шли, против советского народа. И сегодня, вы знаете, мне хочется сказать, вы кто? Это Европа, вы кто по сравнению с народом советским? Краткая характеристика. Мы же сами, наверное, понижали. У них нет права нас вообще в чем-то. Да, они вообще должны молиться на то, чтобы был советский народ. Все национальности, и даже не европейские национальности, должны молиться на Советский Союз, что, слава Богу, что он был. Потому что некоторых национальностей просто бы не было на земле. Не буду сейчас рассказывать, какие. Я, кстати, хочу закончить на такой хорошей ноте. Мы находимся в преддверии Великого Праздника, когда в космос полетел первый человек, взял виток, обогнул в космосе земной шар и спустился на землю. На нем, что? На шлейбе СССР. СССР. Америка заявляет, что они первые. 12 апреля Великий Праздник, который в 1961 году первый космонавт в великой страны побывал в космосе. Не США, не Франция, не Англия, а СССР. И самое главное. СССР это социализм был. Мы увидели это. Справедливое общество. Да, справедливое общество. Я все-таки надеюсь, что у нас это справедливое общество восстановится. Хочешь, не в том виде, как оно было. Ну, в такой примерно форме. Ну, я надеюсь, что да, все лучше, если Советского Союза будет взяток. Обязательно. Сейчас вот я перебью, извините. Все хвалят шведскую социальную систему. Шведы взяли эту систему в Советском Союзе. В Советском Союзе взяли. То есть они и в социалку взяли у нас. А мы почему-то и убили эту социалку. Мы хаем. Мы хаем. Вот это вообще никуда не годится. Они очень много у нас переняли. А нашим образованием они все завидовали. Весь мир завидовал нашему образованию. Они так и говорили. Самые умные люди говорили. Почему русские добиваются таких успехов? Потому что у них все люди образованные. Они все учатся. И поэтому умные, которые самые умные, благодаря этому образованию, они делают и открытие, они идут вперед, и страну ведут вперед. И народ ведут вперед. И прославляли нашу страну и нашу нацию. Прекрасно ответили. Я думаю, что у наших некоторых оппонентов, возможно, возникнет немножко так смещение в головах по поводу того, что они заявляют и о чем они говорят. Спасибо всем большое. Игена Россия и Роснажаев не должны занимать какие-то посты в городе вообще. Много больше, чем в Севастополе принято. То есть у нас уменьшили. Мы все делаем для севастопольцев. Никто ж не спорит.